Спасибо всем, кто обликнулся, пришел на зов. Хочу сегодня представить Евгения Вокла. Два слова, он о сфере скажет сам подробнее, да? Два слова, чем заинтересовал меня этот человек. Удивительно, мы с ним познакомились месяц назад, вот, в нашем прекрасном городе, вот, в коем он пребывал. Так вот, чем он заинтересовал? У него есть такая система православных монахов, он о ней расскажет подробно. За свою жизнь я очень много собирала трансовых техник, и так получилось, что в арсенале есть ассуфийские, и тебе, скажи, какие хочешь, это очень рабочие вещи, ну, под задачу, да, под решаемую задачу. Так вот, с православием у меня как-то не складывалось. Так как эгрегор большой, техники там тоже должны быть хорошие, результативные, то вот так случилось, что вот именно этот человек умудрился из православия взять то, вот к чему у меня доступа не было. И когда я узнала об этом, внешний интерес проснулся. Он сегодня обо всем будет рассказывать сам подробно. Человек интересный, удивительный, он прошел, ну, имеет за спиной огромный жизненный опыт и в бизнесе, и в аскезе, и где только не имеет. Имеет профессиональное психологическое образование, специализируется на решении кризисных задач у людей, на работе с клиентами в кризисных состояниях. Поэтому он вам все расскажет, потом в конце задавайте вопросы, и в конце я вам расскажу, что как можно в дальнейшем пройти у него обучение. Здесь интересная программа, там и донейшн, и так далее. Все очень просто, дешево, и есть возможность принять участие всем желающим. Главное, чтобы интерес был. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер. Наташа меня сняла буквально с самолета. Это аудитория, этот город. Вы, люди совершенно новые для меня. И у меня сейчас, на самом деле, сердце колотится такой силы, что он выскочит из груди. Я волнуюсь. Прошу вас, не сходите относиться к этому. Я немного о себе. Наташа начала, я продуваю. Лет мне уже достаточно, не буду говорить сколько, много. Но в моей жизни было очень много событий, которые научили меня, ну так скажем, выживать. Первое такое значимое событие в моей жизни, это Афганская война. Какая? Афганская. Да. Это конец этой войны, 1984-1986 год. И после окончания срочной службы мне пришлось потратить, так скажем, 10 лет своей жизни для того, чтобы выбраться, выкарабкаться из этого стресса. Нас раньше называли миченые. Почему миченые? Потому что люди, которые прошли войну, так же самое чеченскую или другую, у них есть отпечаток на душе, да? Я называю отпечаток на лбу. Они не могут адаптироваться в обычной социальной среде. Для них это очень сложно. Почему? Потому что они убивали. И это меняет суть человека. Ног на гол. Если взять совершенно правильно во всех понятиях обычной социальной жизни правильного человека и поставить его в такую ситуацию, где он будет вынужден убивать, то после этой ситуации он будет совершенно другим. Вот мне пришлось 10 лет потратить на то, чтобы выбраться из этого. Все 10 лет я воевал во сне, взрывал танки и до сих пор тяжело. Сейчас. А что ты, собственно, ищешь? Ты в этом живешь всегда. И в это утро я взял и проанализировал свою жизнь. Время было немножко, мне надо было взять на работу. Я же в кровати. Вот этот анализ прошел буквально минут за 15-20. Оказалось, как я потом вспоминал, всю мою жизнь меня спрашивали совета. Будь я вот таким или вот таким, всю жизнь у меня спрашивали совета. Я говорю, слушай, если у тебя спрашивали советы, так чего ты бежишь от этого? Возьми и уже на профессиональной основе помогай людям решать их проблемы. Ну, проще не придумаешь. Ну, казалось бы, проще. На самом деле, для того, чтобы люди воспринимали тебя как специалиста, профессионала, нужно получить корочки. Ну, честно скажу, вот те корочки, которые я получил, они лежат у меня на ногу и пылятся. Они вот не нужны. Это просто корочки для того, чтобы обозначить, что вот я вот такой. У меня много дипломов, много курсов. Суть моя в том, чтобы... Не моя, вернее, того, что я даю. Суть в том, чтобы взять из жизни, из событий, из каких-то практик, из каких-то религий, взять зернышко, пропустить его через себя, адаптировать патриальную современную жизнь и потом уже предложить человеку, который пришел к тебе за помощью. Вот это вообще потрясающий процесс. Я их называю, они сами себя называют подопытные кролики. Как только у меня что-то рождается, откуда они берутся? Выстраивается очередь. Женя, мы готовы. Все четыре конечности, мы готовы экспериментировать. Сначала технику отрабатываем на себе, потом на этих кроликах, потом потихонечку, потихонечку, потихонечку на технику, которые ко мне обращаются, и уже потом, потом, в самом конце это выходит в свет, как-то обрастает легендой какой-то. Одна из таких, это как раз система православных монахов. Я сюда приехал, привез с собой четыре вещи, на самом деле, очень интересные. Первая вещь, это касается только женской половины, женский тренинг. Почему женский? Потому что там в Петербурге меня называют переводчиком. Переводчиком женского языка, на мужского. И наоборот. Ко мне приходят семьи решать свои семейные проблемы, и потом складываются такие интересные вещи. Жена приходит ко мне рассказывать свою ситуацию, муж приходит ко мне рассказывать свою ситуацию, и я выступаю переводчиком, чтобы донести то, что хочет женщина мужчине, а то, что хочет мужчина женщине. И вот таким образом создается некий коннект, и они в итоге, получается, что договариваются, сохраняются семьи, были любовницы у мужчины, любовники у женщины. Ну, они договариваются, семьи сохраняются. И из этого опыта огромный. Уже больше 25 лет я практикую. Вот из этого опыта сложился вот этот курс для женщин. Там такие вещи, мужчинам слушать об этом не стоит, поэтому я не буду говорить сейчас о них. Там такие вещи, которые помогают женщине создать, сохранить и улучшить, ну, как минимум, отношения в семье. Вот это как минимум. Дальше женщина учится правильно строить, что ли, семью, правильно управлять своей собственной империей под названием «Семья». Это совсем коротко, совсем коротко. То, о чем говорится в этом женском семинаре, в этом женском тренинге. Там очень много вещей, которые, ну, так скажем, парадоксальны для нашего современного ума, особенно женского, потому что есть много стереотипов, которые нужно разрушить для того, чтобы правильно подать себя, правильно реагировать на ситуацию. Ну, это на самом семинаре, на самом деле семинар очень интересный, очень такой познавательный, поучительный, и голова меняется. Вы знаете, я порой слышу, как мозги скрипят. Вот реально слышу, как скрипят мозги. Я заметил одну вещь, что после прохождения семинаров, моих тренингов и семинаров, люди выходят оттуда, выходят другими, потому что, вы знаете, я сам очень сильный, сильный, энергодающий человек. И на любом семинаре, на любом тренинге, в любой работе с человеком у нас с аудиторией случается такая сонастройка. Я погружаюсь в среду людей, которые пришли ко мне и начинаю разговаривать тем языком, который понятен им. Как это случается, я не знаю. Какой-то конкретной вещь, я ничего не делаю. Просто это случается, и все. За основу в карман не лезу. Какой-то системы конкретной, плана работы, графика, у меня не существует. Таких людей называют «работать на потоке». Вот встал, настроился, сел, как говорится, на поток, и поехали. Тренинг от тренинга, семинар от семинара, мы не похожи друг на друга. По названию – да, по некоторым элементам – да, но каждый семинар, каждый тренинг под одним и тем же названием, он разный. Все зависит от аудитории, от запроса аудитории, от включенности аудитории. Интересные вещи происходят. Кто-то не понимает, кто-то откровенно троллит. Кто-то троллит, знаете? Знаете. А кто-то сидит, вот видно, что этот человек погрузился в эту среду, погрузился в эту атмосферу, и он превратился в чистую книгу. Страницы чистые, чистые, и этот человек начинает заново писать свое понимание, свое видение. Это так красиво, это так захватывает. Я после семинаров выхожу, знаете, вот как будто меня ставили не 220 вольт, а 1000 вольт, вот такой электролизованный, волосы дыбом. Это фантастика просто происходит. Это о женском тренинге, может быть, непонятно. Вы, пожалуйста, потом задавайте вопросы, я на них отвечу. Но много про женский тренинг говорить не буду. Это не интрига. Я просто не хочу, здесь вот присутствует мужская половина населения земного шара, не хочу оскорблять, что ли. Сокровенное выносить. Нет, все-таки оскорблять. Потому что, поясни почему. У мужчин одно понимание, у женщин другое понимание. Вот для того, чтобы мужчина научился слушать, слышать и понимать женщину, мужику, извините, вражения, нужно так голову менять. А надо ли? Вопрос. Не надо. Мужику надо быть мужиком. Он выполняет свою мужскую функцию. И все, все остальное делает женщина. Как бы это храмоно ни казалось. Следующий семинар, который состоится завтра, это уже серия цели и полагания, достижения цели своей жизни. И этот семинар, он очень простой, очень легкий, очень логичный такой. Как раз ли мужскую голову сел, написал, понял, действовал. Вот ничего другого нет. Он очень похож на мультфильм. Мультфильм все знаете, все любите. Какие бы вы взрослые или какие-то там ни были, все равно мультфильмы, особенно наши советские, я сейчас до сих пор смотрю, с таким удовольствием. ничего не смотрю, больше по телевизору, там, как мультфильмы. Это больше так аналогическую голову. Ну, женщины, какие бы они ни говорили, я логика или еще чего-то, как-то там, о логике там вообще речи не может никакой. Наташа, это и в твой камень огород. В твой огород камень, это так правильно. Женщины прекрасны, я люблю работать в женщине. фантастические существа. По поводу завтрашнего. Все вещи, которые я даю людям, они 80% это практика. Это живая практика, где нужно делать, где нужно понимать, где нужно входить, где нужно присутствовать всем своим телом. Не просто головой или какой-то частью тела, а всем своим телом. Тогда изменения неизменны. Вот вы пришли сюда, если вы решите пойти дальше со мной, с Наташей по этим тренингам, то вы обречены на то, чтобы измениться. У вас нет другого выхода. Как бы это ни звучало крамольно. Что еще могу сказать по поводу вот этого системы для лентяев? Она правда для лентяев. Там особого труда-то и нет. Нужно просто понять. Просто понять. В отличие от системы православных монахов, система православных монахов она глубокая. Там нужно чувствовать, там нужно погружаться. Но она настолько получилась универсальной, что какая бы цель это ни была. Слышали такое, что моя цель, не моя цель, новейная цель. Там этого понятия не существует. Любую цель, которую вы себе поставите, она достижима и довольна в короткие сутки. Как она появилась, откуда она взялась вообще эта система православных монахов? Этой системе, если брать само христианское православное христианское движение, движение христианское уже больше тысячи лет это, как говорится, к бабке не ходил. Я одно время жил в Петрозаводске, это столице Карельской республики, и мне повезло, не поверить, я там работал кочегаром. Обычный кочегар в котельной зимой давал горячую воду отопление отопление отоплений. Познакомился с депутатом, я не знаю, как уж правильно назвать, ну депутатом, сам из Паснодара, активный такой мужчина, он мне помогал потом из Москвы выписывать определенную литературу, нужную мне. Так вот, он познакомился сначала с ФСБшниками, кто-таки знаете, много было пройдено с ними, много километров проехали, проплыли, произведали, проохотили с этими ФСБшниками, и вот через них я познакомился с одним настоятелем мужского монастыря, вот там, в Карелии. Монастырь, ну, по меркам церковников, бедный, но как только попадаешь на территорию этого монастыря, вы знаете, чувствуешь себя как птица в полете. Вот все, что тебя тревожило, напрягало, мозолило руки, оно где-то остается неизвестно где, оно как-то растворяется во все это. Мы сошлись на короткой ноге с настоятелем этого монастыря и любим водочку попивать свою. Вот, вот за стопочкой чая мы прослеживали много вечеров, разговаривали, рассуждали о религиях, о разных религиях, разные вопросы поднимались. И как-то в один из разговоров у нас зашла речь о том, как монахи работают с молитвой. Я был в хорошо подпитом состоянии, сейчас я не пью, тогда грешил немножко. Ну, как грешил, по этим праздникам. А встреча с этим человеком для меня был праздник, потому что это святой человек. Вот он святой человек. У меня сразу глаза открылись на 7 копеек. Говорю, ну-ка, 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 постой, постой, постой. И он так с ухмылочкой. Хм, интересно? Я говорю, да, интересно. Он достает с своей полки три книги, не совру, сантиметров 10 толщиной каждая, такие-то уму, да, большая савельская мископедия, знакомая, говорят, мископедия. Кладет на стол, говорит, на, говорю, что? Вот, вот, эта система работы с молитвой. Причем, с любой молитвой, какую только можешь себе пожелать. Открываю, а там абракадабра. Написано на старославянском мископеде. Это настолько трудночитаемый язык, это настолько трудночитаемые синголы, но потом, когда начинаешь вчитываться в эти тексты, в эти страницы, в эти буквы сматриваться, ты начинаешь интуитивно понимать, а что, собственно, было здесь сказано. И вот этого интуитивного понимания мне потребовалось три года. Я три года регулярно ходил к этому человеку, потому что носить их нельзя для этого, они служат и нам пользования. И переписывал, перечитывал, переделывал, осмысливал, разговаривали, спорили. То есть задача заключалась в следующем, он мне был в двух слоях, в котором, в конце концов, на это. Перевести вот этот церковный язык на обычный виской, чтобы обычный человек мог понимать, о чем, собственно, речь-то идет. А речь идет о том, что любое желание, любое желание можно осуществить вот здесь в реальной жизни. Немного наведу интригу. Как правильно работать с молитвами? Монахи, ну, если они правильные монахи, монахи изначально обращаются к какому-то образу икону. Почему иконы рисуются? Потому что нужно создать образ. Обращаются к образу и потом уже в молитве начинают начитывать то, что они хотят. Читают очень много за раз. Слышали обед, взять 600 раз прочитать молитву, 800 раз ударить словом о стену или еще что-нибудь. Вот это очень коротко, очень так сжато смысл вот этих всех трех книг. И вот этот весь сжатый материал, вот эти все три книги мне упорным трудом, ну, со смешками, конечно, я так не побоюсь сказать этого слова, моим упорным трудом мне удалось перевести на обычный стандартный русский язык. Это получилось настолько классно, это получилось настолько эффективно, причем у них была задача, ведь у монахов задача получить желаемое в духовной сфере, то есть вот так в заоблачной сфере. Моя задача была, чтобы люди могли получать то, что есть здесь, вот в этой жизни, в этом мире. И я сам потом удивлялся, насколько это быстро и эффективно работает. Я Наташа сегодня рассказывал, эта система только-только образовалась и я начал на себе экспериментировать. Я создал образ своего теперешнего. Себя, своей практики, своего кабинета, в котором я практикую, тех людей, которые ко мне приходят. я уже тогда система была написана, я уже перешел, начал жить, переехал в Петербург и был начальником производства, замначальником производства. Я работал, работал, работал по этой системе, а потом где-то наполовину прервался, прервался потому, что был очень большой обрал на работе. Просто так загружался на работе, что просто приезжаешь домой, ни о чем другом думать не можешь. Голова распухала, как эта комната, если не больше. Недоработав эту систему до конца, через определенное время, чуть больше, чем я планировал, я получил практику, кабинет, тех людей, которые ко мне приходят, и все то, что я имею сейчас. Даже процента отклонения не было от этого всего. От того, что я захотел. Но было много вещей, которые навеяны социальной следой, безусловно. мы никуда в это водиться не можем. И они случились. Были вещи, которые мне хотелось просто для своей души. И они случились. двенадцать лет. было двенадцать лет. И в те времена только-только начали появляться мужчины-слерваки, они поймут меня, о чем я говорю, появляться такие пластиковые, стеклопластиковые удочки такие раздвижные, тяжелые, шестиметровые. я увидел эту удочку, мне так захотелось, вот так захотелось эту удочку. Ну, потом я забыл про все это, потому что не было средств, на что купить, они были тогда очень дорогие. Я, опять же, работая с этой системой, забыл уже про эту систему, забросил ее, не начал работать, потом получаю зарплату, и меня как шило в заднюю стопу. Жас! Оборачиваюсь, смотрю по сторонам рыболовный магазин, думаю, интересно, что это такое? Пошел в рыболовный магазин, зарплату формально, удочки, столько глаза, я сам рыбак заядлый, глаза загорелись. Я с трясущимися руками подавщица говорю, мне вот эту, я не знаю вообще удочки, я разбирался вот в этих всех пластиковых. Оказалось, я выбрал самую крутую углепластиковую удочку, я выбрал самую крутую катушку, я выбрал самую крутую леску, ну и все остальное. Я вышел с этой удочкой, вот знаете, вот такой, обухол, топора по голове, дыть, я вышел из этого магазина, думаю, ё-моё, что я такое сделал? Я ползарплаты свою потратил, ложись на что вы. Нормально, прорвался. Но я с этой удочкой в этот же вечер пошел на реку Неву и поймал своего первого немского веща. Восторгу не было вообще предела. Это было так здорово, это, ой, я не могу. И после этого случая я думаю, что я забросил это видео? И вот тут у меня начали появляться вот это небольшой коллектив подопытных роликов. Я говорю, ребята, вот так, один, другой, третий, Женя работает, Женя работает. Ух ты, я машину купил. Слушай, а я бизнес открыл. Ну, сейчас скажу. Десять женщин, женщин, моих клиенток, в результате работы, значит, одна открыла сеть кафе, Double B, кофе там фантастический, другая стала ювелиром, третий открыла швейную мастерскую. То есть, они подкрывали себе бизнесы, причем бизнесы успешные. Вот настолько успешные, что смотришь на них, девчонки, а как вы это сделали, мучите меня? У меня бизнес не получается построить. У меня бизнес, это я. Вот, вот, я вкладываюсь в себя, я получаю от этого удовольствие, я получаю от этого кайф, я получаю удовольствие, когда люди приходят, слушают, делают, и у них получается это, 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 как на горных лыжах с вершины вереста скатиться, это такой адреналин, это так захватывает. Ну, это мое личное. Я не мог с этим не поделиться, потому что, ну, эти ощущения меня всегда переполняют, особенно, когда людям, вот, как у вас глаза светятся, и вот я вижу, вы просто считываете буквально вот эту всю информацию, ловите на риту, и там, бамс, вот упало туда, внутрь. Я уверен, что она прокрутится через некоторое время и получит прекрасный результат. Это самое интересное было. Сейчас? Это самое интересное было. А, да, это было самое интересное. Я должен сказать вам одну вещь. У меня во время моей службы была контузия, и одну их у меня не дослышать. Я могу не дослышать слова, поэтому я переспрашиваю. Прошу прощения. К сожалению, этому ничуть невозможно. Так вот, это о православных монахах. И четвертая вещь, о которой я хочу здесь рассказать, это тоже моя наработка, это, я назвал это, энергетическая диета. суть диеты в том, чтобы соблюдать определенные правила, исключить из своего питания определенные продукты, порой даже, казалось бы, совершенно безвредные. но, есть такое понятие переедание. Вот если я, например, люблю семечки, подсобники, я до некоторого времени не проходила вечера, чтобы я не грыз семечки. Я обожжал их. Сейчас уже ровно отношусь к этому. Так вот, я переел эти семечки, они стали мне вредны. Я услышал себя, исключил из рациона, исключил хлеб, который я тоже поедал тоннами. И увидел, как мое тело начало реагировать на окружающую среду. Оно буквально начало просыпаться. Появилось другое ощущение мира. Появилось другое видение. Вы знаете, мы в современном мире, к сожалению, очень подвержены тому, что негативно оцениваем те или иные ситуации, те или иные события. Так вот, когда я, ну так скажем, устроил для себя эту диету, сел на эту диету, у меня перестали существовать негативные события как таковые. Это очень такое классное ощущение. Это очень захватывает и очень, вы знаете, как бутон цветка раскрывается. Вот смотришь на цветок, взми на фильм, его снимают, цветок, как открывается этот бутон цветка. И в этом, в ускоренном кадром запустили его так и завораживает, и все это тает, и все это, все это покрывается искрами. Это вот ощущение тела, которое начинает восстанавливаться. Что происходит, когда начинаешь есть правильный продукт? когда исключаешь то, что уже переел? Происходит наизвековый секрет, что большинство современных продуктов наше тело закисляет. Нормальное состояние тела это щелочное состояние. Вот тело возвращается в щелочную среду. Оно правильно переваривает, оно правильно укладывает, оно правильно выводит шлаки, оно правильно реагирует, оно правильно ощущает. Меняется химия тела целиком. Химия цель. Приведу пример. Я сегодня летел в самолете и исключил для себя ночные продукты как таковые вообще. Я решил проэкспериментировать. Даю бутерброды, сэндвичи. Я съел один. Сижу и наблюдаю за собой. Что тут происходило? Чувствую тяжело. Думаю, нет, я продолжу эксперимент дальше. Съедаю второй бутерброд. Съел второй бутерброд, залил чаем, и я понимаю, что вот сейчас то кресло, на котором сижу, оно продавится сквозь самолет, и я выпаду туда, на рот. Такая тяжесть в теле появилась. Так мне стало, извините за выражение, хреново. Простите, пожалуйста. Скажите, у кого-нибудь есть что-то, что вы съедаете, и у вас как будто в животе камни появились, образовались. Мне это было раньше, когда я съедал пельмени. Их вроде переживаешь, пельмешки, да? Они все равно вот таким камушком двух живут, там лежат. Вот, было ровно такое ощущение, только в сто раз сильнее. Вот такой раздутый, такой тяжелый, такой неповоротливый, и всего из-за двух бутербродов. Моя среда, мое тело уже перестало воспринимать те вещи, которые закисляют мой организм. Да, безусловно, это дисциплина. Да, безусловно, это контроль за собой, за тем, что ты ешь, как ты ешь, сколько ты ешь. Все это входит во всю эту систему, но эффект от нее фантастический. Опять же, мужчины не очень склонны к таким вещам. Я бы так сказал, даже совсем не склонны к таким вещам. Это больше относится к женщине. Вот, по подобным экспериментам. но эксперимент это моя жизнь, это моя работа. Я делаю с удовольствием над собой вот такое сито. Я сделал из себя сито. Отсеивать что нужно, что не нужно. И вы знаете, не жалею, не грамма. Об этом почему? потому что мое тело, мой ум, мои клиенты, они получают то, зачем, собственно, пришли сюда. Клиенты решение своих проблем, а я, я получаю тот опыт, опираясь на который, я могу помочь. Помочь, рассказать, подсказать, показать и подтолкнуть. Вот моя работа. То есть, моя работа, по сути, по своей, заключается всего-навсего 10% вашего успеха. Все остальное это ваш успех, это ваша работа. И насколько вы сможете любой инструмент, который я предложу, освоить, усвоить, переработать и использовать, будет зависеть результат, скорость результата. По поводу этой диеты. Что еще могу сказать про этой диете? Наверное, пока хватит. Если будет интересно, да, вот что я и сказал, самое главное. тело во время использования этой диеты, она не вечная. Могу успокоить вас? Тело во время этой диеты начинает регулировать свой вес. Кому нужно поправиться, тот поправляется, кому нужно похудеть, тот похудеет. Не мы решаем, что нам нужно, сбросить килограммы или прибавить. Тело решает, насколько она комфортно себя чувствует, в пятидесяти килограммах, когда есть сто двадцать килограмм. И наоборот. Вот одна девушка, москвичка, сидя на этой диете, уже девять месяцев сидит, она обменка, она мечтала поправиться. мечтала поправиться. Она очень так приняла эту диету, что ей легко, она совершенно без сопротивления отказалась от каких-то продуктов, она с каким-то, знаете, фанатизмом, что ли, отнеслась к этому списку. Там список, надеюсь, страниц. надо исключить, что можно, то, что нельзя. И через два месяца она прибавила четыре килограмма. Вы ее видели. Она несказанно радовалась этому, она похожа стала на девушку. Была вот ходячая, бухенбайский крепыш, я называю. Несказанно радовала этому, шейнка, ты же, а тебе машину купила. Говорю, а чем? А чтобы свое тело перевозить. Причем, она работа у нее такая, денежная, она не могла себе позволить это, потому что считала себя ущербенной. Вот, там, безусловно взгляну. Другая, вот, которая сеть кофейня открыла, это вообще это молодая женщина, девушка. Она развелась своим мужем, осталась девочкой, сумела договориться с тестем, или, как это отец мужа. Как называется? Свелка. Свелка, вот. Договорилась со Свелком, что он будет помогать ей в образовании этой всей кофейни своей сети. Сейчас у нее по городу шесть кофей. Молодец, девчонки. Вот, в результате образования этой сети кофейн она познакомилась с другим парнем, поводила от него еще девочку, выпроводила из своей жизни, теперь у нее две девочки. Вот, сейчас его безмерно она реализовалась, если бы вы ее увидели. Ну, такой небольшой восточный. Сейчас не проходит полгода, чтобы она куда-нибудь не удавилась в какие-то святые места, какие-то поездки, проездки, причем не на 2-3 дня, на месяц. Она исследует страну целиком. Если она едет в Казахстан, то в любой стране святых мест миллион. Вот, пока она все их не проедет, пока она все не поклонится, пока все не прочувствует, она домой не возвращается. Я вот на дня буквально увидел опять, говорю, Наташ, как ты? А я из Казахстана приехал. Я говорю, что такое? Да вот по святым местам. Давай не сорвупим. Нет, у меня 41 день без спиртного. Кремень. Кремень. Если раньше она была шалей-валей, кремень сейчас стала. Не согнешь меня, не столкнешь с пути. Она знает четко, что она хочет. Села на эту диету тоже. Села она где-то полгода назад. Села на эту диету и вот эта целеустремленность, откуда у нее она выросла, это грибы жрисуют. Знаете, как поступок, да? Сегодня их здесь нет, завтра приходишь, они здесь есть. Это ее случай. Если на этой улице WB нет, проходная улица, через неделю приходишь, WB стоит. Это кофейный фантастика. Это что касается диеты? Диета индивидуальная или? Строго индивидуальная. Ничего общего, ничего похожего. Есть, безусловно, попадание там, допустим, в 90 случаях А как определяется? Это моя метода. Я одному парню был вынужден отказать в этой диете недавно совсем. Он пришел в такой успешный питерсмел такого роста. В эту дверь он не пошел бы по плечам. Такой крупный мужчина. Раза два пришелся. Извините что, да? Но он не жирный. Он не толстый. Он плотный. Приходит и говорит Жен. Такой голодный. Жен. Ну, если увидел его на пляже, бандит бандитом. Классный парень. Суфий, кстати, суфийскими танцами занимается. Вот такой парень. Он наружу меня. Ну, мы со всеми Женей. Со всеми я на ты. Ну, такая ловка. Приходит и говорит Жен. Я хочу похудеть. Он говорит, слушай, ты хочешь похудеть? Ну, хорошо, давай смотри. Разговариваем, смотрим, прощупываем, тестируем, обозначаем что-то. Я говорю, слушай, Игорь его зовут. Слушай, Игорь, а тебе диета не нужна? Как не нужна? Я хочу съесть на диету, хочу похудеть. Он нужна тебе. Он обижен и ушел. Через две недели встречаю его, говорит, я исключил своего рациона, все мучное и весь сахар. Говорю, зачем? А ты знаешь, я лучше себя чувствую. Вот вес не сбавляется на такая энергия, так хорошо. Ну, ладно. Что будет там через месяц, не знаю, нам сейчас кандидатскую прописать в Одиннаме. Кандидатская по этнографии. Бизнес построил, пошел в университет московский, поступил, на английском языке закончил университет, и сейчас уже кандидатскую пишет, а собирается его там стать. Уже подмял весь ученый мир этнографии Петербурга под себя, он спонсирует всю эту научную элиту, фестивали проводит, музеи, знаете, такой музей, Кумскандр называется, Петер Петра I который образовал. Вот он его содержит. Ну это махина, это махина такая, еще говорит, где ты, да? Какая? А где? Глыбу, глыбу изменить можно? Нет. Вот это ты. Но тем не менее, он взял хлеб и себе начну исключить. Это что касаемо диеты? Я рекомендую не из-за того, что заработать хочу. Нет. Вся моя деятельность она не коммерческая. Я вынужден брать за нее деньги по той простой причине, что халява не заработает. Просто. Я выложу все свои знания вам. Я все вам отдам. Вы выпьете всю мою кровь и это будет для вас бесполезно. Любое, может быть, редкое исключение. Белая ворона всегда существует в старе. Но халява не работает. Вот только из-за этого я вынужден, вынужден брать деньги. Причем, интересная ситуация, когда сидел в горах, да, я мне сказал про этот эпизод своей жизнью. Я одновременно работал в Москве 4 года. Работал в агентском недвижимости. Из агентств или из агентов обычных вырос начальник отдела продаж недвижимости на вторичном рынке. Но все эти 4 года у меня, вы знаете, голова, вот у меня такое ощущение, что голова болела все 4 года. Причем болела так, утром просыпаешься, тебе шарафнули по голове чем-то и черепная коробка вот так вот раскрывается и ты с этой черепной коробкой ходишь по Москве. Работаешь, принимаешь людей, устраиваешь эти все договора, контракты, продажи. Я в одно прекрасное время понял, что если еще неделю, но месяц и я сойду с ума. А у меня подруга со сведением небесной Наташей, тоже Наташу, у меня, к сожалению, умерла прекрасный человек. Да, у нее был избыточный вес тогда, при росте метров пятьдесят у нее был вес сто двадцать килограмм. трогавался, у нее было так. Вот, она говорит, слушай, у меня есть археология, поезжай туда, экспедицию. Ух! Бросаю всю эту недвижимость, еду экспедицию. Короче, в этом месте, на Северном Кавказе, на берегу моря черного, совершенно безлюдном месте, мы там копали и дольмены, что такое дольмены, тоже знаете. Я застрял на четыре года. Я там был безвылазно, никуда не ездил, практически. Там люди были в этом месте два месяца из года. Потом уже потихоньку начали подтягиваться местные жители, приносить мне еду какую-то, я им чего-то рассказывал, что-то показывал, но если вот сейчас читаешь в интернете, там псевдогуру устраивают ряды молчания на день, на два, значит смех разбирать. У меня тут эти ретриты молчания длились месяцами. Самый короткий, два месяца ретрит был, а самый длинный, полгода. Ни одного человека, вообще ни одного. Горы, собака, две кошки и я. вот там горы и там черное море. Вот, представляете себе ситуацию, да? Поначалу это была палатка, потом я сделал себе сарай из досок, который поймал на берегу, потом из камней приезжают, я на начале экспедиции цемент ледовой, построил из камней себе хибару, типа склад под находки, и я там прекрасно жил, даже печка у меня была в последнем году. Так к чему это? В общем-то, углёкся. 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 Ну ладно. В этот период, вы знаете, я подкрывался очень многое. Я себя называю не традиционным психологом, не классическим. Классическую психологию я не понимаю просто. Она, я считаю, вредна человеку. Я не хочу очернить психологов, есть среди них, безусловно, хорошие, прекрасные специалисты, но это система, которая сама по себе изжила себя. Сейчас очень сильно, очень назойливо, особенно с западной стороны, которая, например, позициональная терапия, Миндл, которую там собрал, семья Миндл, это чистая вода эзотерика на русский язык. Вот они эзотерическими спецспособами и методами работают с людьми. Есть классические психологи, говорят, да нет, профессиональная терапия это не терапия, это вообще дерьмо, это вообще жир, который не может. Один психолог, женщина с ременем такая, в людмиловом ремене. Психология это точная наука. Я чуть не умею рассмотрен. Математику сложную или физику назвать, точную науку на психологию, уж тем более. Я вот с ним правильно смеюся. Вы знаете, мне хочется задать вам один вопрос. У кого есть высшее образование? Подавляюще высшее, шикарно. Сколько вузов? Полтора. Полтора спрашиваю. У меня снова три, тут образовалось. Причем первое, средне-специальное у меня лесная специализация, технику лесного хозяйства. Второе образование высшее, химик, технолог переработки пластмасс. Третье психолог, и третье, второе, высшее, третье по счету образования. И четвертое, третье, высшее, это опять же тоже психолог. Это вот как бы вкратце о том, что есть, что владею. И хочу сказать следующее, что в своей практике я в меньшей степени опираюсь на психологические науки. Я в большей степени опираюсь на свое собственное видение, свое собственное ощущение. И всячески стараюсь сделать так, чтобы человек, который обращается ко мне за помощью, начал, или начал такой, начал, начал чувствовать. Потому что без чувствования, без ощущения тело мертво, оно не знает, что делать в следующий раз. Просто не знает. Если человек не умеет слышать, чувствовать, он не знает, что делать в следующий раз. К сожалению, по большей части этим страдают логики. Ты, Наташа, не логик. А у кого есть бизнес? Один, два, три, четыре. Четыре человека. Свой бизнес. Вот у меня очень смешат люди, которые занимаются бизнесом, при всем при этом говорят, нет, я никакой не интуит, у меня чистая логика, чистая математика, бухгалтерия, чистые планы, бам-бам-бам-бам-бам-бам. Я отдаю ему один вопрос. Говорит, ты успешный бизнесмен? Да. Чем ты измеряешь свой успех? Ну, у меня есть дача, яхта, кляча, ну и все такое Ну хорошо, а как ты определяешь то, что ты хочешь получить в конце концов? Я говорю, то я сажусь, вот так вот упираюсь лицом в стенку и смотрю. И вот там, вот там на этой стенке я вижу, чего я хочу. О! И ты как-то объяснишь, собственно говоря, то, что ты хочешь. Я же знаю, что надо сделать. Вот это, вот это, вот это, вот это. В конце концов, когда вот это, получу вот это. Я говорю, подожди, 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 подожди. Давай очередность с тобой поделим. Ты сначала видишь это или сначала видишь вот это? Он говорит, нет, сначала вижу это, а потом вижу вот это. Я говорю, ну так что? Кто ты? Он смотрит мне в глаза. Слушай, ты прав. Любой человек, любой бизнесмен, который считает себя успешным, он интуит на втором месте. В первую очередь. Это, господи, он логик на втором месте. Интуит в первую очередь. Да, извините, я заболтался уже. Так вот, чем отличается успешный человек от неуспешного? Кто может сказать? Но с милейкостью. Успешное ставит цель и достигает их? Легкостью принятия решений. Это элемент. Мечтательность. Счастье в жизни. Это результат. Мечтатель, вот это близко к цели. Понимание. Успешный человек знает, чего он хочет. Что он хочет в итоге своей деятельности получить. Он знает настолько это четко и досконально, что просто мама не горюй. Вот если он этого не знает, успешный человек, шага не сделает для того, чтобы это реализовать. Согласна, да? Конечно. Так вот, вот это на самом деле смысл моей работы. Это на самом деле смысл всех семинаров и тренингов, которые я веду. Это научить человека создавать себе вот эту цель. А потом только, даже, наверное, в десятую степень, в десятую очередь, потом только создавать вот эту вот лестницу, цепочку событий, которая приведет к желаемому результату. Вот такой я. Это мой смысл, это моя цель, это мое предназначение. Я сейчас, вы знаете, хороший специалист, бедный специалист. Есть такие. Так вот, жить-то хорошо все-таки хочется. Хочется зарабатывать. Для того, чтобы зарабатывать, нужно создать некую систему. Я вот ввязался в очередной раз, да, в очередной раз в обучение, чтобы создать себе вот такую систему. Я не знаю, получится, не получится, надеюсь, что получится. Вот. Вот сижу за столом, делаю домашнюю работу перед компьютером. И знаете, передо мной монитор, передо мной домашняя работа. Я понимаю, что я смотрю на монитор и ничего там не вижу. А не вижу почему? Потому что я не вижу, что, вернее, к чему приведет вот эта система. Для чего она мне нужна? Вы знаете, как мозги мои скрипят? Вы знаете, как мое тело всему этому сопротивляется? Я несказанно рад, что в моей жизни появилась Наташа, спасибо тебе большое. Она умеет делать систему. Я думаю, что мы сработаем все. Ну, вы знаете, сапожник без сапог. Мне хорошо получается помогать людям создавать систему. Вот такое. Поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, поактивнее. И у кого-то есть страхи безусловно, кому-то кажется, что сейчас вопросов нет никаких. Просто посидите, послушайте себя. Есть какие-то противоречия, есть какое-то непонимание, есть какая-то недоговоренность. Может быть, я чего-то недоговорил в ту своей речи. Скажите, я разъясню, разжую и в рот ложу. Скажите, пожалуйста, как завтра сложится день? Не знаю. Нет, это понятно. Вы еще его намечтаете за вечер. Он начнется во столько, он будет идти там циклами или он будет одна тема на завтрашний весь? То есть приходить ровно к десяти или можно подойти к двенадцати, к двум, к четырем, к шести? Или просто прийти и сказать до свидания? Насколько я помню, завтрашний день у нас посвящен вот этой системе для линтеров. Вот это вас потому и спрашивают. Да. И этот день будет целиком посвящен именно этой технике. Мы будем там писать. Безусловно будут перерывы, безусловно будут заведены перерывы, там будут перекусы, там как это будет? Но она цельная. 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 То есть если ты в десять не пришел, то в двенадцать уже ты можешь не рубиться. Если конкретно вот этой системы, то особо сообразительным можно прийти в двенадцать. Вот особо сообразительным. Потому что одно цепляется за другое, это знаете, как цепочка. Одно звено за другое цепляется и создается целиком вот эта цепь, да? Если выкинуть какие-то, то могут возникнуть недопонимания, потом лишние вопросы совершенно ненужные, которые другим людям уже не стоят, а для вас они будут, например, актуальны. Ну, лучше прийти в десять и с тетрадочкой, с несколькими авторучками, как говорит опыт мой. Я вот тут был когда месяц назад, тоже учился без учебы никуда. У меня буквально в первый день отказало четыре авторучки. Вот они новые, они перестали писать. Другой человек берет и пишет. Я беру и не пишу. Поэтому я не думаю взять с собой вот такую охапку авторучку. Я принесу. Странно, я не принесу. Да-да-да. Тем не менее. Потом уже вот одна авторучка у меня была, и она еле-еле дожила до конца этого тренинга. Но тем не менее, она доработала до конца. Вот это вот, опять же, поле. Такое поле не буду рассказывать, вы все знаете. Поле иногда действует условно. Наташа расскажет о дальнейших наших днях, о регламенте, о расписании, о том, что как, по чем, по каким дням, по каким временам. Это как бы ее часть. Все еще. Наконец-то. Еще вопрос. У меня есть вопрос, можно? Да. Вот вы говорили самое важное, что вот научить человека создавать цели, да? Правильно? Да. Вот у меня вот вопрос по поводу цели. Обычно люди же, вы знаете, какими целями, вот у соседа моего есть такого, но я хочу такую. Вот у соседа есть там дача, и я хочу дачу. Либо человек попадает возле влияния, допустим, в каком-то организации. Как христианской или еще какой-то. Ну, какая-то организация. Которая ему навязывает, что вот такая задача, мы вперед. Ну, есть мы еще к чему-то, и он принимает цели той организации. Вот. У меня вот здесь вот вопрос. Речь идет о каких-то целях? О любых. О любых. То есть о любых навязанных, да? То есть вот в этой системе... Соответственно, массовая информация, вы кушаете эти самые бургеры, будете хорошие, здоровые. О любых. Это тоже цель? Ну, а... Надо определить, где твоя цель, а где цель... Ну, вы знаете, на самом деле не обязательно. Вот эта система православных монахов, она не подразумевает под собой определение твоей цели или не твоей. Вот просто тут. Она работает на любую цель. То есть любая хрень. Надо... Любая цель. Надо тебе это, не надо жизни на самом деле. Здесь есть какая-то незвязь на что происходит. В результате работы по этой системе вы начинаете осознавать... А надо теперь это, не надо. Вот это осознание помогает отсеять вот это все бургеры, машины, да? Настолько безошибочно отсеять. Я сам... Это вы сейчас про монах пошли в этой системе? Да, про монах. В принципе, было время, когда мы с женой активно искали себе место для дачи. Она... Вот... Зеленогорское направление и все. Говорю, нет, подожди. В чем здесь Зеленогорское направление? Ну там цена для небесной вообще-то. Рублевка отдыхает. Я говорю, давай туда съездим. С крика сердцем она едет со мной. Говорю, давай туда съездим. С крика сердцем она едет со мной. Вот мы ездили, ездили по Леновой области, ездили, ездили, ездили. И потом приезжаем на один участок. Так получилось, что мы договорились на просмотр этого участка с хозяином. Приехали, так вышли из машины. Такое ощущение, что вот эти вот легкие, если их можно так назвать, наполнились такой благостью. Так пахнет травой. Кузнечики сверчат. И там вот река течет. Старый дом стоит. Вот мы встали с Сынатосиком около этой... Орешника там растет. Встали и стоим. Вот полчаса простояли, а Егор, хозяин-то это был участок. Стоит сзади, смотри, у нас не понимаешь, что надо было. Ты подходишь, кто не заплечет. Женя, ты чего? Не-не-не, все нормально. Отнимались, пошли дальше. На следующий день буквально, но мы не остановились на этом участке и начали искать дальше. На следующий день звонит нам агент. Говорит, есть участок. Прекрасный, совершенный участок. Приезжайте, смотрите. Приезжаем на тот же самый участок. Те же самые ощущения. То есть в результате этой работы в определение того, чего хочешь, включается тело. И если вот эта навеянная цель, ну так скажем, нужна телу, а потом голове, то тело скажет, дорогой друг, не дергайся. Вот это. Бери, не поживешь. Ну это и есть интуиция. Да, интуиция. Но, но, речь идет о том, что, я говорю о том, что любая цель достижима. Любая цель. Вот любая цель. Абсолютно. Навеянная, ненавеянная, твоя, не твоя. Вот этого понимания, в этих понятиях не существует. Существует понятие чувствования, ощущения. И вот эта вещь, тело, наше тело, это одна большая флешка. Знаете, что такое флешка, да? Накопитель такой памяти. Вот это наше тело имеет память о всех наших предыдущих родах. Вот все, что было там дедов, прадедов, там пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра. Если Адам и Ева существовали, то до них. Наше тело помнит и опирается на опыт, безусловно. Да, что такое карма? Это опыт. И опирается вот это. Вот если ты увидел, что тебе нужна такая же машина, как у соседа, и у тебя руки затряслись, тебе нужна эта машина. Многие не слышат этого. Не улавливают. Не улавливают голос и тело. Вот эта система православных монахов включает, заставляет буквально слышать свое тело. И вы не ошибаетесь. Просто делаете, чувствуете и получается. Я ответил на вопрос? Еще. И вот следующий сразу появился. Первый раз слышу такой термин «слушать тело», но особенно в таких серьезных вещах. обычно говорят «слушать душу». Ну, вы знаете, я не разделяю одно и другое. Потому что, вы знаете, душа – это такое понятие больше эзотерическое, но оно нам очень понятно, очень привычно к славянскому уму. Почему? Потому что православие, христианство стало, так называемое, язычество. В этом язычестве тоже было понятие «душа». Тоже одно и то же, да? Так вот, для того, чтобы православие удержаться, христианство на русской земле, оно было вынуждено этот термин принять в свое, так сказать, лобо. И вот эта вот «душа», 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 «душа» – оно у нас дописано в ДНК, в генах наших, и нам оно понятно. Если западному человеку это непонятно, у нас это вот можно потрогать. Души без тела не существует, правда? Вот нет тела. Нет тела. Я бы тоже. Поэтому, если ты умеешь, да больше скажу, есть такое понятие, что… Это тело без души не существует. Да? Это тело без души не существует, наоборот. Я бы поспорил. Знаете? Ну, она у нас другого неотделима. Вот как раз. Тело без души нет, и души без тела тоже нет. Да, она просто уходит куда-то. Душа же во сне улетает. Больше скажу. Есть такое понятие, что в каждом человеке живет частица Бога. Вот есть такое понятие. Я в своей жизни миллион раз убеждался, что во мне живет вот эта частица Бога. И если мне удается каким-то образом услышать этот голос… Ну, это по сути, по своей. Это голос тела. Это голос подсознания, если хотите. Это голос души. Голос тела. Если вы научились слушать тело, все, ребята, шоколад. Что-то не стыкуется? Да. То есть, есть такое подсознание, сознание и сверхсознание. То, что за пределами сознания можно, конечно, в кучу свалить. Подсознание и сверхсознание, но разница, возможно, есть и существенная. У меня вопрос к вам встречный. А что такое сверхсознание, в вашем понимании? Ну, какая-то фундаментальная цель души, цель воплощения, предназначения. Она немного, наверное, отличается от того, что сидит в инстинктах и так далее. Хотя и пересекается. Вы знаете, я вот сейчас вижу подмену понятий. Это не в упрек. Это вот, чтобы скорректировать ваше собственное понимание. А я надеюсь, вам не обидно. Мы все взрослые люди, не надо такие вещи обижать. Вы сейчас назвали сверхсознание и под сверхсознанием подписали цель. Понимаете, две вещи, я бы так сказал, диаметрально противоположны. Сверхсознание – это сверхсознание. Цель души – это цель души. Вот и все. Что такое сверхсознание? Еще сверхсознанием называют, ну, ученые сейчас называют это информационным полем. Оно существует, оно доказано, это не я придумал. И об этом информационном, ментальное поле. Об этом поле говорят уже, сколько земля существует. Вот это термин оттуда. Так вот, вот это поле – это и есть то самое сверхсознание. Потому что в этом поле существуют все события, все без исключения. Просто у нас есть такой механизм, который называется подсознанием, то есть правое полушарие. Вот через это правое полушарие человек, любой человек, подключен к этому ментальному полю, к этому информационному полю. И если человек умеет читать голос, слышать голос своего тела, вот тело с правым полушарием связано напрямую, сознанием просто. Вот если голос тела слышишь, то ты напрямую слышишь подсознание и напрямую слышишь вот то самое информационное поле, вот то самое сверхсознание. Нет другой схемы. Есть масса способов, так скажем, осознавать интуицию. Вот это правое полушарие, вот это вот ментальное поле. Ну, например, альфа-состояние, знакомое всем. Тета-состояние, дельта-состояние. Вот если человек по определенным способам может оказываться в измененном состоянии, если правильно сказать, а это уже может быть любой, как он захочет, то, оказавшись в измененном состоянии, он не обращая внимания, то есть голос тела уже не имеет значения, не играет роли, он напрямую связался с подсознанием и вот с документальным полем, информационным полем. Он читает просто как книгу, он смотрит мультфильмы, но в то же время он понимает, а что он там ищет-то. Вот в этом состоянии человек способен найти в этом огромном пространстве то, что ему нужно, взять вот такое, я образно опять же говорю, и опустить сюда на землю. По сути по своей, опять же возвращаемся к православной технике. Эта техника, минуя измененное состояние, включает слышание, видение и все остальное, чтобы ваша цель нашлась вот там и опустилась сюда. Это же больно, где-то опуститься, если на все. То есть вам нужно? А где-то в систему 600 разбиться? Нет. Нет. Сколько? Не сколько. А почему? А зачем? Ну, они исты не делают. Ну, каждый по-своему. Там, то есть, ну, оптимизированная уже система. Да. Адактивно. Без садизма. Адактивно. 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 В определенный срок. И все. И забыть им это. Чтобы довериться миру, пространству, подсознанию. Ну, быстренько подтянут события и получите то, что хотите. Ваши все части тела останутся между ними. Кроме вас самих. Потому что человек начинает активно меняться. Есть такое понятие осознание, да? Осознанность. Здесь, сейчас. Вот это без этого современному человеку сейчас жить противопоказано. Иначе он превращается в стадо баранов. Тело без души. Да. Ну, бегу роботить по-другому, да? Или мутанты, как хотите. Приверживаться. Фанаты. Еще вопросы? Я ответил на Ваши вопросы? Наверное. С большей водой. Да. Вот так. Еще вопросы. Есть какие? По диетам, как это надо приходить к тебе на консультацию на индивидуальную? Ты вот эти вот вещи еще немножко расскажи, потому что я сама еще это не донесла. Как это? Как это все выглядит? Как это происходит технически? Технически это выглядит следующим образом. Дни могут быть напряженные, поэтому будет некое стеснение в этом вопросе. Почему? Потому что мне нужно будет разговаривать минимум час с каждым человеком. Индивидуально просто. Это минимум час. Может быть, два. А может быть, три. Не могу сказать. И только после этого делается вот эта диета. То есть, если сегодня у нас семинар идет, то разумнее будет записаться прямо сразу. Записаться после семинара, через полчаса, через час. После. Чтобы чуть-чуть отдохнуть, передохнуть. Прийти на себя. И приходить на консультацию. И там уже все это делать. Это работа. Это тоже работа над собой диета. Вот эта вот. Она работа над собой. Над своим осознанием, над своим ощущением. Я обожаю радостницу. Мне это очень нравится. Так. Руки чешутся. Извините. Можно я буду на ты? Хорошо? Прекрасно. Спасибо. Кто еще чего? Ну, давайте. Говорите. Все понятно. Все. Если стены целые, а сам все, то все. Все понятно. Извините. Зачем стену ломать? Кто тут делает? Мы мирные люди. Надо проникнуть. Стоять в безопасном пути. Никого расстреливать. Никого мультики. Мы не будем. Еще пару слов про женские. Про женскую программу. Вот все-таки. Да. Вот все-таки. Женская программа, она сама по себе. Я почему? Больше интересуюсь. Мне само интересно, потому что я перепробовала кучу женских тренингов. Я пришла к тому, что женский тренинг все-таки должен вести мужчина. Ну, в данном случае у нас имеют место совпадения наших взглядов. А во-вторых, женские программы очень часто звучат. У тебя тоже прозвучало. Как женщина должна там еще? Это какие-то рамки или это все-таки? Давай поглубже. Есть ли там какие-то стереотипы поведенческие или еще? Что это такое в тренинге? Ты заманул в кино, а ясности еще пока нет. Я понимаю, что ясность будет, когда проживешь. Хорошо. Я, наверное, понимаю. Поправь потом, ладно? Угу. Почему должен? Потому что вы прекрасно знаете, что какое-то большое количество процентов семей разводится. Да? И каждая женщина, и не только женщина, а мужчина хотят быть счастливыми. И не зря на этой земле появилась мужчина и женщина. То есть две половинки. Но никуда от этого не денешься. И уже по природе, по генетике, почему там как хотите, у каждой женщины должна быть своя половинка. Хотите вы это или не хотите? Мальчики, закройте глаза. Ой, уши, вернее. Прошу. Хотите вы, девушки, или не хотите? На вас лежит ответственность правильной и счастливой семьи. Вот на вас. Как вы будете управлять этой темой обществом, как вы будете, закройте уши, как вы будете учить окружающих своих, настолько правильно и эффективно будет построено ваше отношение к семье. Настолько они будут гармоничны. Вот этот парадокс, найти себе принца на белом камне, а лучше на белом Мерседесе, его из головы нужно убрать. Вот должны. Если вы хотите быть счастливыми, то вы должны изменить себя, изменить свое поведение, изменить свои ценности, изменить свои стереотипы, программы, как хотите. Вы должны. Но в то же время, вы должны быть счастливыми. Вы просто обязаны. Если вы не счастливы. Бедный мужчина. Откройте уши, скажите, пожалуйста, что в вашей жизни является главным мотиватором. Молчите. Хорошо? Я все время, у нас на Васильевском острове, построили новый бизнес-центр. И я в своем любопытстве уже настолько перешел все рамки, что набрался наглости, оделся получше. Встал на порожках этого бизнес-центра и начал отлавливать бизнесмены. В прямом смысле отлавливать. Те, кому около 30-40, говорят, вот целеустремленность, мое желание, идеи ли. Я говорю, иди. Приходят мужики. Лет 50. Как правило, с охраной. Такие основательные, спокойные. Идет как глыба. И сдвинешь его с пути. Я проливаюсь через охрану. Говорю, стоп. Он так смотрит. Не насторожен причем. Охранники настороже. А у меня. Ну, в луках сокол. Я ничего такого не смогу сделать. Смотрит на меня с интересом. Типа, что хочешь. Я говорю, слушай. Ну, на выходе. Что тебе помогло стать вот тем, кем кто ты есть сейчас? Жена. Так не умею, не умею. Все вопросы. Идет дальше. Вот, среди тех, кто действительно успешен, один, Царство Небесное, сказал, что он добился всего сам. Все остальные – жена. Есть у меня клиент, вернее, семья даже. Владелец заводов пароходов. Он в 90-е был проводником. В паровозах. И вот там в паровозах проводником он форцевал. Ну, то есть подрабатывал. И там в паровозе познакомился со своей женой. А жена так, минуточку. Как же это называется палка-то? Вот эта вот имитация деревянного мяча японского. Катана. О, Катана. Она мастер спорта по катанию. Вот все мужчины, мастера спорта, даже сами японцы, боялись становиться с ней в спарринге. Потому что она хрупкая женщина. Она этой катаной так шарахнет. И она защиты не выдерживает. И вот они с ним познакомились. Его зовут Андрея и Лена. Говорят, как только мы познакомились, посмотрели друг на друга, Андрей понял. Все. И откуда все взялось? Тоже в Германии забыл. Мы же, слушай, жена, я не знаю, как, чего, как, но если жена от меня уйдет, мне смерть. Я говорю, в каком смысле? У любого. Можно стреляться просто и все. Меня нет. Поэтому, милые дамы, девушки, хотите вы или не хотите, но вы должны быть счастливыми. Я ответил на этот вопрос? Да. У меня здесь мысли совпадают. Только я все время говорю, самка выгоняет самца из дома. Да. Это, да, стопроцентная ответственность. Еще больше скажу. Если у мужчины разваливается брак, то каким бы он успешным не был бы, его бизнес разваливается тоже. Если он не успеет, вот в момент разваливания бизнеса найти себе женщину, которая сможет заместить его жену, быстренько, все, он банкрот. Бабки ходить надо. Ну так определяется успешность мужчины, а успешность женщины тогда. А, женщины, да. Интересная составляющая. Все намного сложнее. Да, это не так просто все. Знаете, если у мужика одна успешность, вот одно направление успеха, это социальный успех. Он должен реализоваться в социуме. Если он не реализовался в социуме, он не успешен. У женщины их три. Вот все эти три пути женщина должна пройти. Должна пройти. Если она хочет реализоваться целиком. Первая, это реализация как жена. Вторая, это реализация, то есть вырастить детей как мать. И третья, социальная реализация. К сожалению, в современном мире женщины поступают наоборот. Они пытаются реализоваться в социуме, но у них ничего не получается. Они пытаются потом реализоваться как жена, но у них ничего не получается. И потом уже начинают реализовываться как мать. Ну, мать-одиночка. Все наоборот. А если взять с умом того, то раз, поставить на свой рельс, да еще подтолкнуть чуть-чуть. Да красавица! Так а как с этой женщиной, про которую ты рассказывал, кофейни открывала, а мужиков повыгоняла? С ней-то как? Ну, вы знаете, в семье не без урода. Нет, это не семя не без урода. Она просто по домой открыла несколько кофейн, штук десять. И счастливая, что дети. Правильно. Кофейни. Правильно. Но, вы знаете, основная реализация женская, основная женская реализация, это все-таки семья. Конечно. Женщина реализуется через мужчин. Если нет мужчин, через кофейни. Потому что детей кормить надо, образовывать надо. Ну, вы знаете, мне жалко таких женщин. А ну, что делать? Называется мужик. Взять, прийти ко мне и найти мужчину. Ну, ты когда-нибудь в себя ходила, я так не знаю. Знаешь, когда она ко мне ходила, у нее появился мужчина. Прекрасный. Он тоже кофейними владел. Мало ходил. А потом ушла. Сбил из пути истинного. И получи фашист гранату. Вот, теперь понятно. Пора за нее браться снова. Надо увлекать. Посещением святых мест. Тоже нормально. Тоже нормально. Тоже нормально. Честное слово. Еще вопрос. Типа не меняет. Терпение. А они... А потом... Я сейчас хочу сказать одну вещь. Терпение и счастье. Винить можно кого угодно, сколько угодно. Все мы во всем виноваты. Сами хороши. Эх... Я хочу сказать одну вещь. Я это говорю всегда. Все не устал об этом говорить. Почему каждый человек должен быть счастливым? Тем или иным способом. Он должен каждый человек. Мужчина или женщина, ребенок, собака, кошка. Господи, прошу прощения. Каждый человек должен быть счастливым. Почему? Представьте себе... А, кошки, мы с чего начнем? Что такое атомная бомба? Знаете, да? Что такое атомный взрыв? Знаете, да? Атомный взрыв – это энергия, которая случается в результате распада, атомного распада молекул. Урана или чего-то там, да? Выделяется огромное количество энергии. Ну и все это разрушает. Вот каждый человек, по сути, по своей – это атомная бомба. Вот когда человек счастлив, счастлив, вот его окружение, этого человека, хочет он или не хочет, оно будет счастливым. Да, придется. Придется, именно придется. Потому что у этого счастливого человека столько энергии, что он просто физически не может отдать ее ближнему. Не может. Но есть другой вариант. Когда человек несчастен, вот в этом случае получается эффект черного дары. Человек несчастливый. Всю энергию у соседа ближайшего забирает. И этот сосед становится тоже несчастным. Получается цепная реакция. И в том, и в другом случае. Только в первом случае – ух! А во втором – о! И вот выбирайте, что вы. А на какие вопросы я отвечал? На свой. Хорошо. Еще вопросы задавайте. Я люблю отвечать на вопросы. С первыми камерами. Все. Ответы. Можно вопрос? Да. У меня есть вопрос.